Опа-на! Опачки, чё, здорово! Всё, новый ролик. Обычно я вот по Ивлевским темам, когда иду, я что-то про Ивлевы говорю, а сегодня не буду, потому что мы были в ресторане Репин, это в городе Химки, и вот ссылочка на ролик, на оригинал ролика в этой программе на ножах, он в описании. Ивлев в этой программе сказал, что в этом ресторане кушают ауешники, бандиты, всякие там бандитские разборки и так далее. И, собственно, нам было интересно очень, а правда это или нет? И мы пришли, и оказалось, правда! Да, это первая правда из уст Ивлева, да, мои дорогие? Поэтому в этом ролике я, конечно, про Ивлева, про то, какой он обманчик, ничего говорить не буду, ну а вам советую очень внимательно смотреть ролик бомбический и в двух частях в одну всё не влезло. Погнали! Мне соляночку, пожалуйста. А есть подробное описание там состав, БЖУ, разбивка, калорийность? Давайте соляночку и вот шашлык с виной, с печёным картофелем. Так, ещё каприз не запишите, или компания захочет там. Так, вот у нас, смотрите, значит, принесли нам соляночку, борщик со сметаной. Да, соляночка, тоже соляночка, борща нету. А, тоже соляночка. У тебя лапшичка, соляночка. Это тоже соляночка, а Вин Макс взял только себе салатик. Ребят, посмотрите по температуре, вот смотрите, порог идёт, да? Есть у кого-то? Горяченько или нет, кстати, попробуйте. Давайте по температуре посмотрим, потому что сейчас будет сметана здесь у нас. Я вот немножко помешаю даже, потому что не было пара. Горяченько, зачёт. Павлович, спасибо, что ты приглашаешь друзей иногда тут поесть. И влеву спасибо. Кофтик, кофтик, кто организовал вот этот рейд. Единственное, маленькая вот эта вот ёмкость, из неё есть неудобно. Она слишком глубокая. Хочется традиционную колёвочку, да? Да, здесь можно есть жарко, ещё что-то. Здесь оно будет дольше тёплое, кстати. Это об этом и речь. Вкусного классного, всё нормально. Здесь только составы это. Вкус нормальный, да, нету только состава, чё там. Ох, они чищены. Там что-то случилось или нет? Почему просто так долго, интересно? Ну, мангал надо готовить. Мясо уже поставили. Что, прям на мангале приготовили? Как видите? Не, не знаю. В микроволновке? Не. А салат там что, позже будет, да? Каприз. Каприз вон там. Нет, ещё один был. Ну, мангал. Пять баллов. Что может быть, один, опять же? Я назывался пацаном. Он, кто у нас есть, к ним? Да. А то я уже съел, но я нечего. Он не больше мог. Я уже говорил, да, есть. Нет. Дамир, да? Дамир, а у нас есть некоторые вопросы вообще по поводу организации, по поводу вашей организации, по поводу всего. А кому можно? К вам или есть менеджер, заведующий? Управляющий? Управляющий или нет? Администратор? Есть. Можете позвать его? Не по поводу того, что каприз. Каприз, каприз. Другие вопросы. Это зашкварк. У меня даже своя посуда пластика всегда. У тебя, говорю, это посуда пластиковая дырявая, нет? Дырявая у тебя. Здравствуйте. А как вас зовут? Алла. Управляющий нет, да, сегодня? Вы сам ответственный сейчас, да? Да. У меня Павел зовут, это Антон. Мы просто хотели немножечко... Мы знаем, что у вас тут самый крутой шеф-повар приходил. Ивлев? Да. Когда-то. Когда-то. А что это? Я не собираюсь за камеру, а что говорить? Почему? А зачем? А Ивлев все снимала, ему можно, а нам нет? Я не снималась. Не-не, погодите, у нас вопросы по еде же, а почему? У нас все вкусно. Я зачем живу за камеру? А как, то есть если у нас есть претензии, значит, никак не решим? Ничего себе. Ивлев, ты настроил работу как в организации? Ковтик, ты что всех людей сорвала, что они от камеры шарахаются теперь? Мне кажется, что Костик сказал, Снимать можно только, когда я здесь. Во всех остальных случаях снимать нельзя. Кто стоил? Наверное. Да, Вера, а здесь нет никого сейчас управляющего вообще не будет? С кем направляющего нет? А кто вообще-то? Ответственно, кто может. А с кем общаться-то? Один стоят там. А то она какая-то, не знаю, она всегда такая? Не, просто на... Ну, их предвижение начали снимать. А как, нас тоже не предупреждали? Смотрите, у вас камера. Это камера везде. В заведениях есть камера. У людей есть камера. У нас тоже, у нас всегда с собой камера. Ребята, это другое у вас. Как и другое? У вас почему камеры снимают? Для кого? Это потому, что если что-то будет... У нас то же самое. У нас специально для этого случая есть камера, потому что что-то случается. Нет, вы из предыдущего... У нас что-то случает? Скажите. А у вас что случается? Смотрите, сейчас у нас... Вдруг у вас телефон пропадет. Вы подойдете и скажете, у них телефон брали. Да? А она, знаете, как обычно бывает? Нам, если, смотрите, бывает, приносят вместо мяса... Я не хожу за вами с камерами, если не снимаю. Я не общаюсь с вами по поводу чего-то... Она же здесь. Зачем вам ходить в камеру? Можете брать камеру, пожалуйста. Не-не-не, нельзя. Нам надо все фиксировать, смотрите. Нам надо все фиксировать, чтобы потом не было недопонимания. Не, просто вы на камеру так реагируете или что? А чего боитесь-то, скажите? А решите. Ну, поговорите с нами. Объяснимся, поговорим, решим, как... Кто вообще у вас ответственный, кто решает вопрос? Я берете камеру, я могу общаться. А что это такие за ультиматумы посетителям? Я не ультиматум. А как вы общаться собираетесь? Клиент сидит и хочет с вами пообщаться. Я вот не знаю, как мне решить мою проблему, а вы уцепились там, камеры не понравились. Ну, у вас проблемы, во-первых, на кухне много и с едой много. О чем вы будете, с кем вы будете разговаривать? Ну, с кем вы будете общаться по этому поводу? А мы ждем, сидим, когда вы придете. Серьезно? А может еще что? Ну, что мне сделать? Смотри, что мне сделать еще нужно? Что мне нужно еще сделать? Ну, кроме камеры, что еще нужно сделать? Просто скажите сразу, чтобы 10 раз это не происходило. Раз они не хотят разговаривать, ждать кого-то, там, какие-то решения коллегиальные, звонки и так далее, мы не собираемся. Мы, естественно, зафиксируем, что мы считаем, что продукт некачественный. Здесь отобразим, отобразим здесь, никто не хочет разговаривать, отобразим свои контактные данные, что мы не просто убежали и не хочем платить, а мы, естественно, заявим о том, что продукт некачественный, давайте разбираться, если хотите. И так же скажу, чтобы сделали экспертизу этого товара. Здесь прямо все укажу. Шип-шип. Да, и потом, когда буду уходить, естественно, тоже скажу, вот, обратите внимание, пожалуйста, прочитайте и примите меры. Как-то у вас с камерой здесь прям очень, очень сложно. Так, кто-то управляет, пожалуйста, поговорите. Тут на громкую можно связь поставить? Нет. Алло, мы хотели поговорить, а тут девушка не хочет с нами разговаривать, убегает. Ну, у вас тут тоже камеры. Ну, и мы так же говорим, мы тоже, ну и что? Вы говорите, ну что? Я говорю, ну и что у меня камера? Частная собственность, это когда я к вам домой приду. А здесь у вас организация общепита. И она соответствует законам Российской Федерации. Если вам не нравится, то, конечно, я пишу претензии, ухожу и все. А мне не нравится, что вы тухлую еду продаете. Ну, конечно, я хотел бы в этом поговорить, а она не хочет, убегает. И вот вы цепляетесь за камерой, вам то не нравится. Что вам еще в посетителях не нравится? У кого желтая футболка, у кого куртка не того цвета или что? Что вы придумаете? Вот такая вещь, типа, как у вас камеры, это мерзко, потому что я имею полное право свободно в своей стране ходить и снимать. Я имею право, мне запрещено фиксировать на видеокамеру только на военных объектах, на подводных лодках. А вы себя почему-то на один уровень с ними поставили. Вот пусть она вернется и поговорит нормально. И ей за это платят деньги, я так понимаю, правильно? Вот пусть отрабатывают. Почему я должен мучиться сейчас? Все, позовите ее. А вы вообще, да, очень улыбчивая, это здорово. А скажите, уполномочен кто-то вообще принимать вопросы? Вы, наверное, да, решаете какие-то сейчас? Или управляющая должна? Вообще управляющая. Ну, а почему никого нет? Я не даю. Ну, вы не будете на камеру влюбить. Смотрите, тогда я вам расскажу просто, что мы сделали. Ну, можно убрать камеру. Чтобы не ругались. Смотрите, чтобы не ругались. Мне вообще очень неприятно ощущать того, что мне вы ставите условия какие-то сверх нашего законодательства в стране. Мне это не нравится? Ладно, я стерплюсь, глотну, уйду. Вы мне скажите, я вот сейчас здесь пишу, поскольку я не знаю, как еще по-другому. Я пишу претензию о том, что товар некачественный, мне предоставили информацию на товар полностью, который обязаны в соответствии с постановлением. Укажу здесь, что я прошу вас над остатками сделать экспертизу, чтобы она установила, что товар некачественный. И свои данные дам. И вы сможете со мной общаться по поводу этого всего. Также укажу, что платить за некачественный, думаю, не будем. Хорошо? То есть вы никогда не будете платить? Ну, естественно, нет. Я это сейчас отображу здесь, потому что он некачественный. В соответствии с 12-й статьей законодательства потребителя, я имею право за некачественный продукт мне платить. Сделать возврат и так далее. Возврат чего? Еды. Какой? Вот, который остались. Если вас смущает то, что она поедена, 503-я статья гражданского кодекса. Управляющая-то все. Ну, можете... Поэтому я и говорил, ну, почему, надо же нормально разговаривать. Я поняла. Может, дружелюбно, а вы... Я поняла, но я имею право не говорить на камеру. Это мое личное право. Не имеете права. Вы обязаны работать с потребителями. Вы на рабочем же месте. Ваша основная... Смотрите. Вот если бы я вас попросил, станцуйте мне, пожалуйста, это уже маразм, правильно? А я же вас не прошу... Я прошу поразговаривать по поводу общей ПИТа, по поводу вашего столовой организации. Ваши какие прямые обязанности? Предскажите, пожалуйста. Ну, администратор чем занимается? Я наберу управляемую. Нет, чем администратор занимается? Получается, бабка за детку, за репку. Класс у них заведение. Они могут себе решать, что им можно, что им нужно. Частная собственность. Что, я забыл, что нельзя? Квен пришел, он здесь на коленках пожрать на полу. Сел, поел, будь здоров. Скажи спасибо, давай деньги валили на. Скажи спасибо. А видео можно сейчас развелся. Больше в очках не приходи. А если телефон пропал, то мы на камере посмотрим. Люди пришли вроде все. Вкусно было с одной стороны поначалу. Сидели, пожалуйста. А потом начинается стеснение камеры пропорционально ухудшению качества товара. А какая-то проблема, ребята? Да, мы вот как раз позвали поговорить, а не хотят говорить. Но правильщики есть? Ну, допустим, неоправдающие. Ну, когда будут камеры убереться. Может быть, она завтра подойдет, попросить на завтра. В смысле камеры убереться? Потому что. А почему вам камера мешает? Хорошо. Ну, вы... Ну, я не публичная личность. Зачем мне? Ну, зачем? Это уже другой вопрос, конечно. Публичное место или нет? Это? Да. Парни, я вообще проблему. Вы почему не хотите платить? А что, знаешь, не хотите платить? Давайте мы сразу всем расскажем, можно так? Давайте. Давайте сразу, смотрите. Мы... Как вас зовут? Алла. Алла. Нет, разговаривайте со мной. Я же говорю, давайте всем. Ну, кто? Вас как зовут? Ну, по-моему, вообще. Можно я буду сидеть? Можно или мне встать, обязательно? Да хоть... Спасибо, я ничего не вижу. Спасибо, да. Мы сюда пришли, потому что здесь, мы помним, наш кумир один был. Ивлев. Знаете такого ресторатора? Да, знаю, да. Он приходил же к вам, снимался здесь. Ему почему-то можно, а она почему-то нельзя. Делаем обзоры, смотрите, мы делаем по поводу мест, которые посеял Константин. И общаемся с людьми, и на самом деле удивил, у нас было четыре места. Вы пятые по факту. Кто так реагирует? Ну, мало того, что, возможно, он нанес вам какую-то травму, вот, что вы на камеры стали так реагировать. И везде сами камеры повесили. У вас камеры же пишут эти? У нас никто не предупреждал, кстати, на секундочку, что камеры пишут. Вопрос, ну, почему такая реакция на камеры, во-первых, да? У нас закон Российской Федерации здесь действует? Или это какая-то отдельная территория? Второй вопрос. О некачественном продукте. С кем? Мы сразу сказали, с кем можно поговорить. Вопрос-то нет никакого негатива. А на нас сразу... Нет, 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 хорошо. Как вы поняли, что продукт некачественный? Вы давайте разбираться. Вы компетентны, вы поймете, постановление правительства 1036, 12 пунктов. 12 статью запомнили. Хорошо, мы все доели. Вы могли откусить... Постановление правительства, постановление правительства, номер 50. Мы все съели. Что, смотрите. Все правильно, вы же все съели. Так. Вы по закону еще... Если вы юридически компетентный человек, а вы... Я, да. Мы так сейчас будем общаться, что ли? Вы, да, а я, да. И что, да. Мы придем к какому-то знаменателю или нет? Я не знаю. Вы что, платить-то будете или что? Так я как раз... Вот посмотрите, если вы компетентны, смотреть мои претензии, мои жалобы, то как мы разберемся... Давайте завтра все жалобы будут начальницы. Но если вам просто итог нужен, нет, мы собираемся платить за некачественный продукт. Нет, если... А зачем вы даже все съели? А если вы просто попробовали, я тоже в сторону. Если вы считаете, что это незаконно, смотрите, если не считаете незаконно, позовите... На экспертизу вы все... Давайте при нас вызовите, чтобы мы знали, чтобы... Вызвали уже? Честное слово. Вы не удивляетесь надо мной, а честное слово вызываете? Нет, конечно, сейчас вызову. Все. Вы считаете, что это правомерно, это уместно, правильно? Или возможно так вас Ивлев научил, да? Скажите, расскажите, пожалуйста, раз уже все, ждем полицию, мы не ругаемся и будем бегать, не переживайте. Раз мы ждем Ивлева, расскажите, пожалуйста, как вообще прошло мероприятие с Ивлевым? Почему? Я расскажу без камней. Ну, смотрите, вы нечестно к нам относитесь. У вас камеры здесь были у Юлина, правильно? Я не снимала, я снимала. А вы были когда, когда Юлина приезжала? Почему у нас не снимают? А вы спросите, вы охрана или... А гостиницы или рестораны? Ну, какая разница? Ну, спросите у шофера, какая разница? Вы что так общаетесь, какая разница? Мы с вами разговариваем. Кому я тебя грубил, что ли? Как я тебя сгрубил-то? Я не знаю, с кем я разговариваю. Я, может, не хочу с тобой разговаривать. Ну и все, тогда свободен, я тебя не задерживаю. Мне кажется, у вас какая-то агрессия есть. Вы чувствуете, наверное... Пришли такие добросы еще. Я задаю вопрос, я к тебе вообще не обращался. Вопросы много задаете. А что мне сделать еще нужно? Что мне еще сделать нужно? А что мне еще сделать нужно? Я не знаю. Компетент вообще вопрос какие-то решать здесь. У шофера спросил, какая разница? Антон, позвольте я объясню. Ну, полицию вызывайте еще, все. Вызовите, пожалуйста, полицию, что там уже не было. Чтобы не тягачать все это, понимаете? Чтобы не ругаться и все такое. Давайте. Хорошо? Ну что, ринг здесь увидели, что прибежали такие сейчас. Нельзя, нельзя так... Дядяка, смотрите. Я не знаю, как пережевывать. Может, чуть-чуть... Если человек даже как-то агрессивно все... Он не в лобком состоянии, понимаете? Он не в лобком состоянии. Даже если он отзывается. Ну, ради Бога, пускай отзывается, вы сделаете свою работу и все. Правильно? Правильно. Ну, не ругайтесь. Хорошо. Нет, вы ругайтесь. Мне прям показалось, что вы прям готовы были треснуть ему. Нельзя так на человека смотреть. Даже если он не вправду еще раз. Смотрите, пожалуйста, на меня из подвода это. Я нормально смотрю. Я в лобком это сделаю. Есть 503-я статья гражданского кодекса, которая говорит, если продукт был некачественный, то не важно, если он полный или неполный. Если он был некачественный, то ничего страшного. Вопрос, смотрите. Есть товар, который нужно взять на экспертизу. Нет состава. Нет, как бы, информации по товару. Мы сейчас написали претензию. Сейчас будет через претензию управляющего решать. Почему управляющие не на месте? Я разговариваю с управляющим. Ну, некомпетентно решать. Вы нас напугать решили, что ли? Там, прибежали втроем или что? Ну, какая? Это форма пугала, что ли? Как работа? Я не понимаю. Можно поговорить по качеству товара. Вопрос в качестве товара, а не в том, что, знаете, у вас хотят там ходить. Она, наверное, судебный порядок. Будем решать. В отгул у нее. Или она спит, просто не хочет работать. Я не знаю. А из-за нее вы будете страдать. А, заболел. Кто-то заменяет должен, понимаете. Ну, завтра я же тоже завтра буду. У вас заведение, значит, завтра-то не должно работать или сегодня должно работать. Всегда должен быть человек, который решает вопрос. Да. Как люди, откуда приходят здесь? Здесь офисы какие-то, да? Там или что? В основном трафик людей. Откуда они? Москвичи приезжают. И москвичи приезжают. У вас просто уже давно. Я просто пытаюсь перевести более, знаете, гастрономическое русло разговор. Я с нами не надо. А то смотрюсь на вас, вы такие ужасающие. Я там маленький, хрупкий. Я уже боюсь как бы. Нет. Вот ваша цель. Дебоширил. Дебоширил. Тебоширил. Как потом, когда вы так сказали, что мы дебоширил. Что-то нарушаем здесь. А ты дебоширил что ли? А я дебоширил? А как ты повышаешь тон? Ты перешёл на «ты» с человеком. То есть ты сейчас ко мне на «ты» обратился только что ты уже перешёл на «ты». Я не знаю кто вы такие. Я с тобой на «вы» общался. Я не знаю кто ты с ним. С ним. Я подошёл на «вы» и перешёл на «ты» в агрессию на человека. Я в агрессию на человека начал. Я не знаю, с кем общаюсь, у меня какие-то претензии предъявляют. Я спросил у вас, почему вы не можете представиться? Нормально, кто вы? В смысле, кто я? Человек. Вы работаете, смешно. Я здесь не работаю. А тут просто с улицы... Вопросы решаете здесь? Решал, представляете, вы сейчас... Я не решал. А кто такой? Вы сейчас сидите. У вас какие-то конфликции в ресторан. Я прихожу вот так... В чем дело? У меня выводится и лихать в полицию. Все с судом, с полиции. У нас сейчас прямой эфир идет. У нас сейчас прямой эфир, я вас предупреждаю сразу. Технически, пожалуйста. Вот. То есть все какие-то ваши проявления негативные, да? То есть какая же там будет заявление в юридическом уровне? Алла позвал. Зря выявлите. Надо было нормально сказать, кто вы, почему вы. Работаете вы здесь или не работаете? Это частная собственность и охрана. Какая частная собственность? Нет, нет, нет. У меня дома, у вас дома частная собственность. Общественное место, вы понимаете? Если здесь услуги населению предоставляются, это уже совершенно другая стезя. Здесь надо быть вежливым. Здесь надо терпеть грубости от посетителей. Неадекватные какие-нибудь предложения от посетителей. Все надо терпеть. Представляете? Я тоже... Очень прекрасно лежу. Я тоже в сфере услуг работаю. А смысл вы пригнали? Давайте мы сейчас тоже позвонить? Позвонить некуда что ли? Сейчас тоже придут люди. Нет, мы можем тоже свою охрану позвать просто. И будем сейчас вот тут толпа на толпу орать, кричать, кто сильнее. Представляете? И бороться начнем там, да, там по одному. Если у вас здесь ринг татами, давайте сделаем, что там встречу. Кто хочет с кем-нибудь побороться, у вас есть? Есть кому приехать? Будешь бороться. А ты будешь бороться? А давай чем-нибудь еще померимся. Ты хочешь со мной побороться что ли? Ты хочешь с кем-нибудь побороться что ли или что? Вопросы, вопросы, вопросы. А Майя Лив равна? Ты имеешь все в том. Ну вот видишь как, видишь как хорошо сразу. Нет, ты знаешь, кто первый задал вопрос, тот первый отвечает. Камера Юрия, прямой эфир очень отрицательный. Не ожидал. Вот Алла молодец, умничка. У него уже поменялась агрессия на улыбку. Не-не, Алла всегда была с улыбки изначально. А, это, это есть такой стиль, когда якобы улыбаюсь, все, но на пакости все равно скажу, да? Не-не, просто она перестала общаться, ну как бы видишь в камеру. Видимо Константин нанес какую-то травму действительно. Расскажите хотя бы, как прошло мероприятие? Телевизионный проект, много камер. После него все равно какие-то слова остались. Почему обратно концепцию всю поменяли? Что не расскажете? Не, Константин правильно место выбрал. Он правильно сказал, да, я продараюсь про все. А кто не будет платить? Что не платить? Кто не хочет платить? Напомнишь? Я не хочу платить. Помнишь, как убить? Что нас на бак решу кинуть? Люди рассматривают, ну как бы они вообще не компетентны. Поэтому разговаривать бесполезно. Не было. Нужно разговаривать с управляющим, которого нет. Скажите мне, пожалуйста, мужчины. Вы на меня добрый вот так вот смотрели с подлогой. Нехорошо, нехорошо, ребята. Обманывать вообще нехорошо. Я-то думаю, нормальные ребята просто... Нет, они к заведению отношения не имеют. Они даже не знают. Они еще и врать оказывается. Им просто сказали, что поели, не хотят платить и прочее. Уходим. Уходим. Вы скажите, почему не нажали меня? Я вам что-то с бабой сделала. Обидное. В смысле? Мне сказали не вызывать полицию. Нет, а вы уходите, что ли, все? Вы уходите или что? Нет, вы полицию ждете. А вы-то куда уходите? Здесь внизу. Или убежите, как всегда? Спрячетесь. На вас лично заявление можем написать. Что тогда? За что вы хотите на вас? Найдем сейчас. Какие проблемы-то? Я вызвал полицию. Просто нас тут... Полиция в ютубе знакомые ваши. Часто вас вижу. Приятно познакомим. Если бы в другой обстановке, я бы, может, руку, пожалуйста, с вами был. Надо, чтобы вы меня проводили. Я спокойно уехал домой. Идите. Вот, все, спасибо. Спасибо. О, смотрите. Мат вообще с ним вместе. Что будет, значит? Всем привет. Галя. Кто ездит? Как ездит? Документы у вас есть? Документы у вас есть?